Нагадайте, после оприлюднения электронных деклараций в украинских ЗМИ был очень популярный один анекдот, что миссия Международного валютного фонда, увидев сколько денег украинских чиновников, приедет к нам позичать деньги, а не привезет документы, которые будут подтверждать, что они нам дадут. И это смешно, конечно, это анекдот, но это на самом деле страшно. Реально. Вам лично страшно или за кого-то... Другая важливая складова, очевидно, что нужно дать ответ на вопрос, а Международный валютный фонд есть панацеей или нет? И проанализировать, на что спонукали нашу страну после этой współпрости. Хибо не понимали, что Украина последние 25 лет находится в состоянии финансовой окупации Международным валютным фондом? И нам навязывают, им зручные экономические стандарты, социальные стандарты, экономическую политику. Наступили на горло украинской экономики и украинской государы и державы держат нас 25 лет. Разом с тем мы являются мощной большой государой и имеем, как свечают электронные декларации, соответствующие резервы. И я вам, Олександра Володимировна, скажу наступное. Где эти резервы? Нам нужна мощная Генеральная прокуратура, мощная НАБУ, независимо от политиков, независимо от президента, независимо от парламента. И если провести еще одно коло ее декларирование и потрясти доброе колишних министров, премьер-министров, колишних губернаторов, мы получим еще сотни миллиардов гривен. Бо я никогда не поверю, что экс-премьер-министр Украины идет из этой посады без статков как минимум миллиардов гривен. Николай не поверю. И последнее скажу. Не нужно переоценивать значение грошей Международного валютного фонда. Мы сможем выйти из криз, в которой мы опинились, за анализом и выставками экспертов, когда в Краину будет вкладено инвестиции на сумму приблизно 500 миллиардов долларов. Програма, про которую вы говорите, это программа ЕФФ, правильно? Это 17 миллиардов долларов. Это чепуха, это вообще ничего. Это никаким образом не вплине на ту ситуацию, которая в Краине финансово склалась. Поэтому сегодня нужно делать самостоятельно то, на что нас понукает Международный валютный фонд. Нужно собрать политическую волю в кулак. Нужно действительно построить НАБУ. Нужно усиливать антикоррупционное законодательство. Нужно суттєва реформа судов. Суттєва реформа прокуратури. Нужно менять Конституцию. Нужно уменьшить в четыре раза количество народных депутатов. В пять рази количество членов уряда. Нужно суттєво изменивать депутаты на районные администрации, на областные администрации. Они прожирают десятки миллиардов гривен. Нужно расстреливать коррупционеров и повертать смертную кару за злочини против державы и коррупции. Если мы на это не пойдем, то никакой Международный валютный фонд нам не поможет. И нужно избавиться этой финансовой окупации. Потому что это еще страшнее, чем российская окупация Крима и Донбасса. Спасибо.